Сначала мы видим заставку Дисней, а потом заставку Уолт Дисней. Наверное в следующих картинах будет третья заставка с полным именем Уолт Элайас Дисней. Почему он раньше не взлетел, превратившись в птицу, мы так и не узнаем. А его волшебный крюк и сердце Таффити затерялись в море. Океане. Бабуля направила сосуд с чернилой вниз, но она в итоге растеклась не вниз, а по сторонам с невиданной скоростью. Никаких деванов. Зачем им вообще столько иллюстраций всяких демонов? Да и почему они раскрылись по очереди? Они все какой-то ниточкой связаны? Слева от полотна с Мауи был какой-то трехглазый ежик, теперь просто остров. Эти птицы, фрегаты, не едят на островах, они охотятся летая над океаном на разных рыб и других птиц. Да и вообще, их крылья не способны взлетать от земли, они всегда приземляются на деревья. Перед Муаной в воде ничего нет, до сих пор ничего нет, а вот теперь ракушка появилась. Прямо за Муаной стоит большой лист и ее следы на песке. Через наносекунду ни листа, ни следов мы не наблюдаем. Опять что-то не так. Тут явно перед Муаной ничего, абсолютное ничего. В следующем кадре кто-то на квантовом уровне по атомам телепортировал сюда рыбу и ракушку. А следы рыбы снова также пропадают за микросекунду. Судя по тому, что вот эта упавшая вода не сделала Муану мокрой, это не вода вовсе, а какое-то желе. Хорош океан, решил выбрать избранную, когда та была еще ребенком. Странно, что не вручил камень после рождения. Муана после всего этого промокла, а вот теперь сухая. С этой локации бабулю видно без проблем. Теперь же здесь куча кустов и вообще непонятно, как Муана оттуда увидела свою бабушку. Да и освещение за эти секунд десять сменилось до приличного заката. Мы смотрим крови одной. С океаном. Если душа стремится до новой достать звезды, Муана спросил сердце, кто же ты. Муана с бабушкой идут вдоль берега, но судя по следующей сцене, они прошли весь берег и обошли гору вот здесь. А затем уже из джунглей вышли опять к пляжу кораблям. Но как освещение осталось прежним, если учитывая скорость бабушки, к этому моменту должна быть уже ночь. Идем. Хочу тебе кое-что показать. Я мечтал привезти тебя сюда с твоего рождения. Это сакральное место. Опять освещение ни на грамм не поменялось. Они за минут десять дошли до горы и поднялись на нее. Муана только что опнула двухкилограммовый кокос, что кинули с высокой пальмы. Получается, что вот с таким лицом она переносит адскую боль в ноге. Муана только что шагала между этими двумя домами. При этом поглядывала вправо на бабушку. Каким хреном тогда берег вообще здесь делает? Муана что, преломляет свет по этой траектории и видит берег с бабушкой? С ракурсом все нормально. Почему между кадрами столб с крышей передвинули на полметра? Море обошлось с ним жестоко. Океан. Воткнутые в землю палки исчезают. Опять квантовая телепортация. Но влечет вновь меня море. Океан. Лодки достаточно далеко от кустов и деревьев. Теперь настолько близко, что аж тени соприкасаются. Пора мне возложить камень на гору. Ну ладно. Тогда ступай туда. Почему ты меня не отговариваешь? Ты сказала, что хочешь этого. Нет, не говорила. Солнце уже садится. Что это за освещение? Ослепнуть можно. Две проблемы. Не может вот так луна освещать океан. На это больно смотреть, словно водопад за горизонтом. Второе. Даже если луна так ярко светит, то звезды должны быть видны намного хуже. Так и непонятно, что произошло. Либо у Муаны были галлюцинации, либо она поняла все по одной картинке на парусе. Океан выбрал тебя. Тема избранного в центре сюжета. Спасибо, Дисней. Нет, 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 нет. Океан, ты мне не поможешь? Немного. Океан, я просила о помощи. И ты распил мою лодку? Мауи? Ясно, это типа океан помог таким образом Муане найти Мауи. Хороший способ помочь, едва не убив ее. Муана умеет дышать сквозь песок. Между кадрами куст слегка уменьшается в размерах. Перед тобой сам Мауи, царь морей. Океанов. Спасибо. Спасибо? Пожалуйста. Что? Нет, нет, нет. Я вовсе не хотел. Я вижу, ты обомлела. Скажи, я неплох, сложен как бог. Сделал то, чего никто не смог. Самая странная сцена за весь мультфильм. Скажите, это нормально, когда зрелый и накачанный мужик поет о том, как несовершеннолетняя течет от него? В чем посыл этих диалогов? Нет, я не отправлюсь к Та Фити с малявкой. Я за крюком. А действительно, зачем Татушка, олицетворение его совести, просит Мауи сходить к Та Фити без крюка? Тату хочет, чтобы Мауи умер? Зачем? Как? Нет, стой! Невозможно. Скажешь, я Муана из Мотануи. Я Муана из Мотануи. Так Мотануи или Мотануи? Придут за ним, за сердцем? В смысле, за этим сердцем? Заварю тебе, я иди, зачем так громко? Шшшш, ты приведешь нас к смерти. Ни пираты, что же их сюда привело? Как Амуры слышат весь океан или что? Как они нашли Муану сердцем, если она уже давно с ним в океане? Походу, они слышат весь океан. И как они создают туман, никто нам не объяснит. Как Амуры рисуют белые и красные красками голыми руками. И достают оружие также из небытия. Океан, сделай что-нибудь, помоги нам! Ну, начинается. Сюжетная гипердыра. Океан способен манипулировать водой и полностью на стороне Муаны. Но по неизвестной сценаристу причине не помогает Муане вот в такие моменты. И это только начало. Воткнутый гарпун в дерево запросто выдерживает вес человека. Нет. Идем на восток. Мауи решил поплыть на восток. Но в итоге направил лодку перпендикулярно закату, то есть перпендикулярно западу. Что значит, он плывет на север. Я мореплаватель, принцесса. Во-первых, я не принцесса. Если ты в платье и дружишь с пернатами, значит принцесса. Если ты в платье и дружишь с пернатами, значит ты принцесса. И вообще, это не платье, а юбка и топик. Ты никогда не будешь? Да ладно. Для маленького организма и для полубога ветров и морей нужна одна и та же доза яда для паралича. Если течение теплое, ты идешь правильно. Дисней переходит на новый уровень. Теперь не шутки про говно за 300, теперь у них персонажи писают в воду. Корм для петуха был на краю лодки, что аж сыпался вниз. Теперь посреди лодки. Он выбрал меня. Не просто так. Если океан такой умный, почему он сам не вернет сердце, ты фитик? Сценаристы сами стебутся над своим сюжетом, задаваясь вопросом о тупости океана. И нет, они так и не объяснят, почему океан сам не вернул сердце Тафити. Ты сможешь... Давай! Не стоило разгоняться. Теперь благодаря инерции Муана врежется о края пещеры. А нет, инерция в мире Муаны не работает. По той же причине Муана не сломала себе ноги и не погибла после длительного падения о поверхность воды. С такой высоты падение в воду равносильно падению об бетон. Она еще жива? Я с радостью это сделаю. В форме песни. Томато не всегда жил, как король. Обычно песни в мультфильмах нужны, чтобы разбавить эмоциональное напряжение или ускорить повествование. Но тут песню вставили вообще ни к силу, ни к городу, и повествует она лишь о личности неинтересного персонажа, который больше не появится в картине. Судя по его панцирю, отражения должны быть во все стороны, а не точками, как от диско-шара. Как Краб контролирует свечение своих драгоценностей? Почему золотистые драгоценности светятся синим биолюминесцентным сиянием? У меня есть блестящая вещица! Валентика. Ах, ясно, она взяла ракушку. Где Муана достала ракушку с такими же узорами? Муана контролирует гейзеры силой сюжета. В полнейшей тьме ночью видно все как вечером. И выбросили меня в море. Океан. Пошел опять к людям. Я дал им острова, огонь, кокосы. С легендами мира Муаны ничего не понятно. Как вообще люди могли эволюционировать и выживать без огня? Где они жили, раз не было островов? Муана, пора осознать, кто же ты. Тематика принятия себя уже 447-й раз показана Диснеем. И ничего, что средняя глубина океана несколько километров. Мы оказались здесь, потому что это ты украл сердце и все испортил. Сядешь в мою лодку. Прощай, Муана. Пересечешь океан. Я не пойду на смерть. Нам даже не показали, как Мауи решил вернуться. Вот это я понимаю продвижение персонажей. За кадром оставили. Акула, кусающая лаву. Опять сценаристы просто издеваются над зрителями. Где океан был раньше, когда им нужно было переплыть... Ай, неважно. Гугл сюжетная дыра. Я даже не знаю, какая из дыр крупнее. Хотя одно другому не мешает. Зачем Тафити, превратившись в ТК, продолжает сопротивляться, раз они вернулись отдать сердце. В мире Муаны богиня тупее картошки? Муана умеет зажигать магические камни. Так решай, кто же ты? Кто ты в своем сердце? Причем тут это? Тафити была рассержена кражей важнейшего артефакта на ее острове. У нее с чувством самодостаточности все нормально. Свои проблемы на других не проецируй. Я бесполезен. Ты ошибаешься. Без крюка я бесполезен. Жаль, что так вышло с крюком. Но с крюком, без крюка, я Мауи. Он так говорит, словно без крюка помог Муане. Без него бы он просто делал сосалити в битве с ТК. О чем он? Тысячу лет океан ждал, пока острова окончательно начнут вздыхать, чтобы только потом выбрать человека, что доставит камень. Океан, прям как я, делает все в последний день. Чья из сценаристов это была идея, весь полнометражный мультфильм крутить одну сюжетную линию двух персонажей. Теперь картина будет казаться очень затянутой. Профессионалы не хотели разбавить картину событиями на острове, хотя бы показать родителей, что переживают за пропавшую дочь. Нет? Ну ладно. И снова ничего нет, но океан использует квантовую телепортацию для ракушки. Ракушка находится в метре от края воды. Муана встала возле ракушки и, судя по следующему кадру, океан отъехал на пару метров от Муаны. Причем весь. Мы чтим заветы своих предков в охранительной море. Океанов! Ветер несет нас вперед, нам крышка... Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok